Насколько санкции ЕС способны повлиять, остановить кровопролитие? И что нам самим делать, когда в условиях войны Украина теряет уже далеко не только инвестиции, но и по сути саму экономику? Вот именно об этом прямо сейчас поговорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Леонидом Макаровичем, вечер добрый. Доброе, здоровье. Скажите, с вашего досвиду, а на сколько деевыми есть санкции? Насколько они взагалі здатны вплэнуты, ну, зокрема, на ситуацию на фронте? Вони впливают на экономику, впливают на социальную сферу, впливают на позицию и думку россиян. Но для принятия решений о Украине они пока не впливают. Для того, чтобы впливали санкции, нужно еще добавить оборонную мощность Украины. Я наголошу, оборонную силу украинскую. Надать ей, скажемо, зброю, посилить ее экономично. Тобто, чтобы Украина могла противостоять российской агресии. Это тогда будет реально. Санкции плюс противостояние. И нема чего бояться, что, мовляв, Украина использует зброю для наступа. Украина никогда не наступала на Россию. И наступать не будет, потому что она хорошо понимает наше співвідношение сил. И суть политики украинской никогда в истории не была агресивной. Ну, ждите, война не всегда будет. Доведется и отбудовывать постраждали регионы. Пока это ответственность государства. Но, вы знаете, появилась международная приватная инициатива заучить в плавовых европейцев, отримать эти 300 млрд долларов инвестиций. По-вашему, вистачить цієї суми? Захидная и Схидная Немеччина, две Немеччини. Для того, чтобы Схидную Немеччину поднять до уровня Сахидной, уже вкладено 2 триллиона. 2 триллиона. А еще нет равности в жизни и экономике, и в техническом обеспечении. А Украина набагато больше Схидной Немеччины. И за территорию, и за количество людей. Тобто, 300 – это так для нас много. Но для того, чтобы поднять Украину до европейского уровня, это начало для размаха колеса. Кошти будут браться с приватными инвесторами, приватными фонами, два. Разные другие возможности, которые есть в Захидном мире. И те, что нам сейчас говорят, ну вот мы возьмем кредиты. Треба брать кредиты, я не заперечу, они больше дешевые. Но кредиты надо вертать. А инвестиции? Они поднимают Украину, поднимают людей, поднимают экономику, социальную сферу, инфраструктуру. А вертаются только заробленные, прибутки и так далее. А иншим, Украина может подниматься до высокого уровня, когда включаются все ресурсы. И кредиты, и инвестиции. И главное, люди поверят, что это возможно. А что до веры? А что сами европейцы говорят? Они верят в будущие эти идеи? И вы же, напевно, знаете, вы же только завтра и повернулись. Я был удивлен, что захидные наши партнеры, я их буду так называть, уже переконаны в том, что эта программа необходима, что она единственный выход для Украины. И когда Дмитро Фирташ запропонировал, скажем, эту программу, я понял, насколько эта программа реальна. Как человек, ну, опытная, я могу так сказать, в данном разе, я имею право на это, принаймні. Она реальна. Во-первых, ее поддерживают на заходе. Не просто поддерживают, а включились в ее разработку. То есть, лучшие менеджеры, лучшие люди, в данном разе, с опытом, которые проводили реформы, а брали участь в проведении реформы у Польши, в Німеччине, знают эту проблему, ну, достоменно, уже включились в работу. Леонид Макарович, давайте відверто. Ось это только декларации, или первые кроки, реальные кроки уже сделаны? Вы знаете, там, у Віднии, каждый, что до Бога, постоянно идет работа. И я снова называю Федерацией работодавцев, потому что они там працюють с этими людьми, и с инвесторами, и с этими колишними державноми, політичными диячами, нинешними громадскими диячами захода. Вони працюють щоденно. И я спілкувався по Годьмах, и я побачив, что они верят в Украину, потому что Майдан для них – это была воля украинского народа. Воля. И они услышали демократизм украинского народа, его желание к демократии, свободе и европейских силностей. Вони верят. Ну, вы знаете, главное, чтобы мы их не расчаривали, отсутствие реформ, чтобы и надалее верили. Дякую. Леонид Травчук был с нами на связи. Леонид Травчук